Известный видеоблогер-мучитель смартфонов Зак Нельсон под ником JerryRickEverything протестировал за прошлый год массу смартфонов своим фирменным методом. Ну а что он с ними делает и какие смартфоны 2020 года выдержали проверку на столе пыток главного врага современных гаджетов, вы узнаете в этом видео. Тесты прочности Зака Нельсона состоят из нескольких испытаний. Сперва тот царапает все их стекла специальными стилусами различного уровня твердости. Так как в большинстве устройств ныне установлены стекла Gorilla Glass 5, 6 и их аналоги, основная масса смартфонов получает повреждения начиная со стилуса под номером 6, соответственно с шестым уровнем твердости по шкале МООСа. На седьмом уровне царапины уже становятся более явными. Тут следует отметить, что проблемы в этом испытании обычно имеют AMOLED панели, так как их особенности конструкции боятся высоких температур. Пиксели в местах ожога выгорают и далее вы будете наслаждаться симпатичным белым пятном, которое со временем никуда не пропадет. IPS-экраны же при воздействии огня приобретают пятно черного цвета, но оно практически сразу рассасывается без видимых последствий. Впрочем, сейчас производители научились надежно защищать и свои AMOLED-матрицы, и все больше и больше из них проходят это испытание на отлично. Апогеем тестов прочности Зака Нельсона является испытание на изгиб, в котором человек, без труда сгибающий своими руками сразу несколько чайных ложек, одновременно подвергает подобной пытке каждый смартфон, попадающий на его стол истязаний. Поставьте видео на паузу и попробуйте проделать то же самое, что видите сейчас на экране на своей кухне, чтобы понять, каким тискам подвергаются наши нежные и технологичные гаджеты. Что ж, предлагаю вам бегло пробежаться по всем смартфонам, которые с успехом прошли тесты прочности, и лишь уделим внимание конкретным замечаниям и нюансам по каждой модели. Хотите узнать, кто был самым стойким в 2020 году? Тогда точно помчали! Думаю, будет интереснее, если я начну с конца, а последний побывавший на столе смартфонных пыток гаджет в 2020 году – это ZTE Axon 20. Он одновременно стал первым коммерческим доступным устройством с фронтальной камерой под дисплеем. Зак считает, что в ближайшем будущем эту технологию будут использовать все ведущие производители. Фактически, устройство содержит два дисплея. Над модулем камеры здесь расположен небольшой квадратный модуль дисплея с низким разрешением. Он настолько зернистый, что в неработающем состоянии практически прозрачен. Именно это свойство позволяет камере вести съемку. Вместе с тем, дисплей нельзя назвать полностью прозрачным. Он накладывает желтый оттенок на изображение и влияет на резкость и детализацию. Теоретически, программное обеспечение камеры должно компенсировать эти эффекты, но практический результат пока что далек от идеального. Остальная часть экрана выполнена на базе традиционной OLED-панели с разрешением Full HD+. Лезвие Зака, помимо базовых показателей, смогло отколоть несколько кусков от рамы, потому что та сделана из пластика. Царапины также негативно сказались и на работе подэкранного дактилоскопа. По сути, он вовсе перестал считывать отпечаток. Во время испытания на изгиб смартфон немного деформировался. Все-таки перед нами пластиковая рамка. Однако в целом Axon 20 выглядит живчиком. Огонь также не навредил смартфону. Владельцам нового смартфона ZTE можно не переживать за свою покупку. За свои 500 долларов он не только инновационный, а еще и очень крепкий. Вторым устройством с конца стал Google Pixel 5. Он получил титул наиболее ремонтопригодного смартфона года. По словам блогера, опытный специалист заметит дисплей на нем всего лишь за 60 секунд. Ко всему прочему, между экраном и важными внутренними компонентами есть отдельная защита, которая поможет мастеру с не очень прямыми руками не навредить устройству. Зак похвалил Google за подобную конструкцию, а экран, как известно, это наиболее часто заменяемая часть в смартфоне. Блогеру пришлось долго царапать задник устройства, чтобы понять, насколько толстый здесь специальный слой биоорганической смолы, призванный обеспечить возможность беспроводной зарядки. Надо сказать, что насколько простое это решение, настолько и эффективное. Интересно, что в рекламе смартфона Google ни разу не упомянул о таком покрытии, сделав акцент, что устройство выполнено в металле. Блогеру же пришлось ковырять несколько слоев полимера, чтобы добраться до обещанного алюминиевого задника. Причем никакие химические процедуры не помогли при снятии слоя биосмолы. В теории с этим должен был справиться ацетон, но нет. Помогло только нагревание и строительный нож. Джерри Рик Эврисин лишь сделал заключение, что на практике сколы от ежедневного износа скорее всего будут вообще незаметны, даже если не использовать чехол. Покрытие очень твердое. Напоследок ведущий вырезал кусок верхней грани, чтобы показать, что ободок тоже сделан из пластика. Большая ли эта проблема решать вам, но судя по всему, пластик никак не мешает Google Pixel 5 оставаться крепким малышом, который прошел все тесты, кроме нагрева. Потому что прежде чем провести его, Зак повредил батарею коротким замыканием, и устройство умерло прямо на глазах у многомиллионной аудитории. Следующими на очереди стали новенькие смартфоны Apple, iPhone 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Экраны новичков с покрытием Keramic Shield царапаются при обычном уровне 6 по шкале твердости мооса, но при этом Зак Нельсон отметил, что бороздки не такие глубокие, как на прошлогоднем iPhone 11. А было время, когда экраны яблочных смартфонов вообще покрывались царапинами, начиная с третьего уровня. Сейчас же для обеспечения защиты Apple покрыла свои стекла наноразмерными керамическими кристаллами. Это позволило повысить их устойчивость к разбиванию и появлению царапин. Также вероятно, что новое покрытие защищает экран и от чрезмерного нагрева. Зак полил их зажигалкой в течение 50 секунд и безуспешно. Внешняя рамка 12 iPhone изготовлена из нержавеющей стали. Она более устойчива к появлению царапин по сравнению с алюминиевой или пластиковой, но краску при желании снять все же можно. А вот на покрытии задней панели остаются следы после воздействия металлическими предметами, такими как ключи или монеты. Однако, они легко устраняются, если просто протереть их пальцем. Матовое стекло действует на монеты, словно наждачная бумага, стирая пыль с поверхности более мягкого материала. Тест на изгиб все модели прошли без нареканий. Apple точно извлекла урок из истории с гибкими iPhone 6 и вряд ли захочет повторения этой ситуации. Кроме того, iPhone 12 Pro Max получил награду года от Джерри Рик Эврисен в номинации «Самая красивая внутренняя компоновка». Зак отметил эстетику зарядного устройства MagSafe и технологию SensorShift, которая стабилизирует изображение с двигом самого сенсора широкоугольного объектива. В общем, Зак похвалил Apple за неплохую работу в ушедшем году и в одночасье уколол яблочную корпорацию тем, что ему редко приходится употреблять слова «инновационный» и «эппл» в одном предложении. Правильно, пусть батоны Купертиновцев будут слегка прижатыми, а держать их в тонусе им поможет также и второе место в данной номинации. Оно у ближайшего конкурента – Samsung Galaxy Note 20 Ultra. А самым прочным смартфоном 2020 года блогер считает Google Pixel 4a. Зак утверждает, что несмотря на свою пластиковость, смартфон в состоянии без труда пройти все его тесты, а еще имеет и приятный бонус в виде такой же высокой ремонтопригодности, как и у Pixel 5. Да, он немного прогибается при приложении усилия, но некоторые аппараты из стекла и металла не могут похвастать подобной прочностью. Даже поцарапанный сканер отпечатков работает отлично, как и у старшего брата, собственно. А еще Зак нарисовал на спинке устройства кукурузную конфету. Блогер осуждает, что все же стекло есть стекло. Оно никогда не будет таким прочным, как другие материалы, как бы нам его не преподносили. Да и когда, к примеру, Apple берет за замену стекла более 500 долларов, это не позволяет здравому рассудку назвать подобное устройство самым прочным. К тому же Pixel 4a – один из самых дешевых смартфонов на столе Зака, по его же заверениям, и один из немногих, который имеет разъем для наушников. Не всегда нужно платить больше, чтобы получить лучшее. В октябре Нельсон проверил OnePlus 8T и обнаружил заметные улучшения по сравнению с 7T, провалившим тест на изгиб. Но все же блогер высказал мнение, что у смартфонов компании еще есть место для улучшений. 8T прогнулся, но после прекращения усилия вернулся в исходное положение. Это говорит о том, что он далеко не самый монолитный смартфон, но все же достаточно прочный для повседневных условий эксплуатации даже самого неаккуратного и криворукого пользователя. Далее, чтобы сэкономить ваше и мое время, я просто бегло покажу смартфоны, успешно прошедшие тесты, но с некоторыми нареканиями. Первое из таких – дизайнерский LG Velvet и геймерский смартфон от Asus Rockpone 3. Оба получили выгоревшие пятна на экранах после зажигалки. В обзоре корейца внимание блогера было приковано к чехлу Dual Screen, с помощью которого аппарат обзаводится вторым экраном. Нельсон отметил его продвинутые для ценников 200 долларов характеристики, а позже вообще сказал, что тот вообще не отличается от оригинального дисплея. Два экрана позволяют открывать одновременно несколько ссылок, запускать разные приложения, удобно читать и электронные книги. Во втором случае блогер сделал акцент на системе охлаждения Rockpone 3, отметив ее инновационность. При вскрытии он обнаружил металлическую пластину охлаждения и самую большую испарительную камеру, которую можно встретить сегодня в смартфонах. Все эти улучшения он отметил реально работают, троттлинг процессора – один из минимальных по рынку. Кстати, прямой конкурент Asus Nubia Red Magic 5G также имеет проблемы лишь с тестом на нагрев, и тоже показывает инновационное внутреннее устройство, в частности продвинутую систему охлаждения. С нареканием в этом же тесте отметился и TCL 10 Pro – флагман без лишних наворотов за менее чем 500 долларов от компании, которая в прошлом была ответственна за выпуск смартфонов BlackBerry, Alcatel и Palm. OnePlus 8 Pro тоже не очень ладят с огнем. А вот у Poco F2 Pro с ним все в порядке, вопросы здесь к выдвижной фронталке, которую Зак сразу безуспешно пытался вытащить из корпуса, а затем три раза бахнул выдвинутым модулем прямо по столу. После этого его заело, а позже он вновь заработал, но все же, как показало вскрытие, оказался сломан. Несмотря даже на это, Нельсон похвалил такую альтернативу вырезу в дисплее за достойную прочность. Однако в тесте на изгиб в F2 Pro что-то треснуло и прищемило Заку палец. Вскрытие не смогло установить причину хруста, так что гаджет получил высокую оценку блогера, хотя его большой палец ставить лайк отказался. Oppo Find X2 Pro на тест к блогеру попал в оранжевом цвете с задней крышкой из искусственной кожи. Этот материал оказался не столь устойчивым к царапинам, как стекло. Его оказалось довольно легко повредить острыми предметами, а вот при контакте с ключами и другими подобными вещами заметных следов не остается. Приятный бонус, который скрывает этот смартфон, сразу два отдельных аккумулятора емкостью по 2130 мАч каждый. Это сделано для того, чтобы быстро заряжать их, подавая на каждый относительно небольшое напряжение. В общем, Зак похвалил внутреннее устройство смартфона за легкую разборку и компанию Oppo за проделанную работу. Ну и напоследок о смартфонах, прошедших все тесты Jerry Rick Everything без нареканий. Это Huawei P40 Pro и Mate 30 Pro. В отличие от прошлогоднего Mate 20 Pro, который треснул в тесте на изгиб, новые смартфоны Huawei проявили себя отлично. Но Зак обозвал новичков мертвыми, потому как без предустановленных сервисов Google приобретать их, к примеру, в Америке не имеет смысла. Также Нельсон метко обозвал iPhone SE 2020 электронным франкенштейном с корпусом от iPhone 8 и аппаратной платформой последних флагманов от Apple. Он снова поворчал на якобы сапфировое стекло камеры, но это уже стало доброй традицией для смартфонов Apple. Оценил блогер и Galaxy S20 Ultra, оказавшийся отличником в тестах наряду с Xiaomi Mi Note 10, имеющим аналогичный 108-мегапиксельный модуль камеры, который, по его словам, нетрудно перепутать. Выделился и Galaxy Note 20 Ultra, первый в мире смартфон с Gorilla Glass 7 Victus. Производители нового стекла уверяют, что Victus в плане устойчивости к царапинам в два раза превосходит Gorilla Glass 6. Но в тестах Зак отцарапины на нем появляются также на уровне 6, а более глубокие оборостки только на 7. Но это не означает, что Victus не лучше. На самом деле, шкала МООСа – это довольно грубый тест, позволяющий найти разницу между такими материалами, как пластик, стекло и сапфир. Gorilla Glass Victus – это всё ещё стекло, но уже более устойчивое к внешним воздействиям. Остальная же часть видео проводится в типичном для ютубера стиле. Больно, дискомфортно, хочется закрыть глаза. Но в целом Galaxy Note 20 Ultra очень хорошо держится. Любое из смартфонов 2020 года можно назвать самым прочным, считает Нельсон. Но с одной оговоркой – если у них есть чехол и защитный экран. Это поможет сэкономить сотни долларов на покупке нового телефона, потому что старый не сломан. При должном уходе и аккуратном обращении любое из них прослужит верой и правдой долгие годы. Также Зак отметил свой прошлый смартфон, который был у него более трёх лет, а также нынешний Samsung Galaxy Note 10+, которым он пользуется уже больше года и в ближайшее время не собираются менять, потому как с тем, как прогрессируют смартфоны, они теперь дольше остаются актуальными. В следующем видео я покажу вам самые хрупкие смартфоны 2020 года по версии JerryRickEvresyn. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Также ставь лайк под этим, если увидел свой любимый смартфон сегодня здесь. Здоровья вам и вашим телефонам, друзья! До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok